Вау, вот это заголовок у видео, не правда ли? Очередной кликбейт от ютубера? Нет, вы не поверите, но это совсем не кликбейт. Я собирался делать ролик на эту тему в начале сезона, но тогда это было просто догадкой. Теперь это факт. Факт, что какой-то персонаж умрёт. На этой неделе команда, занимающаяся повествованием в Destiny 2, дала интересное интервью порталу GamesRadar о том, как в студии пересмотрели взгляд на историю и сюжет в Destiny 2. Как им удалось сделать так, что теперь, наконец-то, не нужно листать тонны лора, чтобы узнать элементарные знания о каком-то персонаже. И я надеюсь, что мы с командой переведём эту статью и опубликуем в группе, но в этом ролике я бы хотел сфокусироваться на той части статьи, которая и послужила подтверждением заголовка. Но давайте по порядку. Первые мысли о надвигающейся трагедии появились прямо на старте сезона исчезновения. Как только в пуле оружия обнаружили обновлённый по перкам и уровню пистолет спойлер. Описание оружия гласит «Скоро кто-то умрёт». И это можно было бы воспринять как ничего не значащую шутку, если бы не уже доказанная ранее значимость этого пистолета. Впервые он появился в игре вместе с дополнением «Военный разум». Это последнее DLC первого года Destiny 2. После него состоялся релиз «Отвергнутых», главным сюжетным поворотом которого... Ну, вы знаете. Он ничего не почувствовал. Эй, как моя прическа? Молчи. Как и всегда. О, нет. Я ничего не могу. Прости. Слушай, это... Не твоя вина. Это мне... За то, что я... Честно играл. Скажи, завали ей, Коря. Авангард — это... лучший спор, что я... проиграл. Пистолет спойлер в первом году предупреждал нас о смерти какого-то героя, и тогда им стал авангард охотников Кейт 6. Это было важным поворотом, и я бы сказал, вынужденным. Без смерти общего любимчика мы бы не были достаточно мотивированы на погоню за Ульдраном и его армией презренных. Ещё один злой чувак со злой армией не совсем то, чего ожидали игроки от дополнения, которое было призвано буквально спасти игру из плачевнейшего состояния. Стряска удалась, и многие игроки до сих пор считают Кейт 6 невосполнимой потерей. У нас даже так и не нашлось полноценного авангарда охотников, который мог бы занять его место. Хотя я почти уверен, что им совсем скоро станет ворон. Так что теперь, когда я снова увидел этот пистолет, стало ясно, что эти пчёлы тут неспроста. Это неспроста. И вот, как я сказал, я подумал, что это интересный толчок для видео с догадками и теориями. Но затянул и почти забыл про эту тему. Однако на этой неделе выходит внезапное интервью для Радара, и там Банжи задают вопрос. Значит ли что-то для сюжета появления этого пистолета? Кто-то умрёт или это просто совпадение? Нет, это не просто совпадение. Но больше я ничего не скажу. Так что да, ответ может считаться официальным подтверждением смерти какого-то персонажа в скором времени. Очевидно, персонажа значимого. Но кого? Банжи убили в прошлом сезоне Лакшми, в отвергнутых убили Кейда, в Красной войне погиб Спикер. В этот раз... А давайте делитесь предположениями в комментариях прямо сейчас, а я вот в ответ поделюсь своими. В первую очередь обратим внимание на наиболее значимых персонажей. Ведь смерть персонажа должна стать мощным толчком. То есть, должен погибнуть любимчик. Королева Мара. Она сейчас центральная фигура истории, к ней тянутся все нити прошлых сезонов. А её главная миссия сейчас – одолеть Саватун. Задачка не из простых и, конечно, не без риска. Она пока что контролируется в Атун. Но что будет, когда та освободится? Она избавится от Мары, как от потенциальной угрозы? Всё может быть. Однако, я думаю, роль Королевы Пробудившихся пока что слишком велика. Да и вернулась она в игру не так давно, так что её время ещё не пришло, на мой взгляд. Гораздо больше шансов на поражение у Эрис Морн. Банжи упоминали, что Эрис Морн сыграет важную роль в дополнении Королева-Ведьма. И это логично, поскольку Эрис уже зарекомендовала себя как некий эксперт по Улью. Её помощь точно будет огромной. Особенно зная, что Улья и выступит против нас, овладев Силой Света. Кто, кроме Эрис, мог бы нам помочь советом о противостоянии новой армии Саватун? Так что я легко могу представить себе такой расклад, что Эрис принесёт себя в жертву или просто погибнет в какой-нибудь жаркой битве. Икора Рэй. Тут шансы тоже высоки. В трейлере Королеве-Ведьме мы из всех персонажей видели только её. И либо это как раз можно воспринимать как некий знак о том, что никто из персонажей не в безопасности, кроме неё. Либо, ровно наоборот, что она как никто другой будет близка к каким-то знаниям, мы видим её перед некой доской с данными, словно детектива, из-за чего её и устранят. Но не стоит забывать, что зачастую гибель персонажей в фильмах, играх зависит от актёров озвучивания, которые подарили им голос. Я об этом ещё скажу в следующем пункте, но всё же, Банжи недавно заменили актрису озвучке Икоры. И вот это вселяет надежду как раз на то, что она в безопасности. Зачем заключать контракт с актрисой, если её героя собираются скоро убить? Контракт Натана Филлиана, озвучивавшего Кейда, тоже истекал, когда его героя убили. Это, возможно, как раз и послужило одной из главных причин. И тогда просто на пару реплик его подменил Нолан Норд, который озвучивал Призрака. Никто же не нанимал нового актёра, так что если сюжетно Икора может оказаться под угрозой, то с точки зрения работы в студии, она скорее в безопасности. А вот её напарник по авангарду, Завала, это другой разговор. Во-первых, мы видим, как персонаж менялся за последние сезоны. Если ранее его можно было упрекнуть в этаком солдафонстве, фразы типа «Мы не воины, а защитники» летели из его уст по любому поводу. То в последнее время он проявляет всё больше разных эмоций. От сопереживания до доски. Нет, он не обмяк, я не это хочу сказать. Просто ранее нам его не показывали с этой стороны. А теперь мы узнали его поближе. Он нелегко принял выбор Стража взять на вооружение Стазис. Он в отчаянии ждал ответа от Странника со времён Красной Войны. Остаётся только гадать, каким ударом для него станет то, что свет обретут не только избранное человечество, но и монстры Саватун, Улей. Убить ещё одного члена авангарда – довольно серьёзный шаг. Но, пожалуй, именно гибель Завалы навела бы столь же громкий шум в сообществе, как смерть Охотника Кейда. Что же до его актёра-озвучивания, Лэнса Ридика, то это тоже большой вопрос. Лэнс – отличный актёр. И он действительно любит своего героя, любит Дестани. Кто подписан на него в Твиттере, знает, что он всегда легко идёт на контакт с сообществом. Озвучивание мемной реплики Завалы Каятль по просьбе Реддита – чего только этот момент стоит. Но актёр он дорогой, и его рабочий график растёт. Так что не удивлюсь, если в скором времени мог встать вопрос о том, что ему не хватает сроков на озвучку Завалы. Персонажам, от которого реплики нужны чуть ли не каждые 2-3 месяца. И штука в том, что уж его голос точно заменить будет невозможно. Он слишком любим и меметичен. Я без иронии скрещиваю пальцы и надеюсь, что этому персонажу ничего не угрожает. Ну или наоборот, что если он пострадает, это точно сработает так же мощно, как смерть Кейда. Повторюсь. Ну и последний вариант в моём списке – Осирис. Это такой вариант на поверхности. Мы толком не знаем, жив ли Осирис сейчас вообще. Быть может, нас всё ещё водит за нас королева-ведьма. Так что, по большому счёту, любой страж уже в каком-то смысле считает Осириса погибшим. И объявление о том, что это и правда так, не станет ничем особенным. Не припомню особой любви к Осирису в сообществе. Скорее, его партнёра Сейнта-14 чаще записывают в любимчики. И гибель Титана ради спасения своего Феникса стала бы, да, сильным ударом для части сообщества. Но, возвращаясь к Осирису, я скорее проголосую за нет. Вряд ли мы сейчас так долго бьёмся за его возвращение, чтобы потом увидеть его смерть. Это просто не вызовет ничего, кроме разочарования. Уж мстить за Осириса вряд ли кто-то ринется так же, как за Кейда. Ну и на этом мои варианты, пожалуй, всё. Ворон точно в безопасности, его сейчас делают очень важным персонажем, как я сказал. Другие вендоры, вроде Скитальца, Элси или Саладина с Шаксом, они недостаточно принимают активно участие в повествовании. Да, нам было бы жалко Шакса, но для большинства игроков это вендор, торговый автомат. Я бы всё же, наверное, назвал главной мишенью Завалу, Икору и Эрис. С кем-то из этой троицы нам, похоже, предстоит попрощаться в новом дополнении. Пишите, что думаете, пишите свои варианты в комментариях, будет интересно последить за дискуссией, а потом я ещё кину опрос в сообществе для голосования. Также отдельное спасибо всем, кто подписывается на канал по спонсорской подписке. Напоминаю, что для спонсоров есть не только эти титры, но и закрытый чатик и дружный клан. Чтобы подписаться, пройди по ссылке в описании, там все подробности, ну или напиши мне в личку в Дискорде, я отвечу. До связи!